Америка, Швеция, Дубай. Что их объединяет? Конечно же, научный прогресс. Особенно в строительстве. Но что, если я вам скажу, что в этих странах были самые провальные мегапроекты? Это железнодорожный тоннель в Швеции, который построили с задержкой в 23 года. А это американская плотина, которая обрушилась спустя пару лет эксплуатации и убила более 500 человек. Как такое вообще возможно? Сегодня я расскажу вам о самых провальных мегапроектах. А в конце видео вы узнаете о самом удивительном случае, когда человеческий фактор увеличил стоимость международного проекта в 10 раз. Приятного просмотра. Арена до Амазония. В 2010 году, готовясь к проведению чемпионата мира по футболу, бразильские власти решили, что нужно заменить старый стадион на новый. За проект тут же взялись иностранные строительные компании. Проектировала стадион немецкая архитектурная компания. В ней инженеры вдохновились тропическими лесами Амазонии, которые окружали город Манаус, где и должно было находиться новое сооружение. Металлические элементы и общий внешний вид стадиона должны были напоминать традиционные соломенные корзины. Их-то и производили в этом регионе. Арена до Амазония была рассчитана на 40 тысяч зрителей. В ней располагался ресторан, большой подземный паркинг и вип-ложа. Еще один аспект, который преследовали создатели – это экологичность здания. В нем оборудовали систему рециркуляции дождевой воды, благодаря чему она использовалась повторно после очистки. К тому же в здании предусматривалась естественная система вентиляции. В общем итоге, арена на 20 тысяч человек приняла всего 4 матча чемпионата мира по футболу в 2014 году. Еще ее задействовали в 2016-м во время Олимпийских игр. Но самое удручающее то, что после этого она по сути никому не была нужна. Матчи домашних клубов, таких как Национал, Америка, Рио Негро, не собирали даже тысячи зрителей. Вся сложная и очень дорогостоящая инфраструктура стадиона попросту простаивает. Само строительство обошлось в 300 миллионов долларов, в то время как среднемесячные затраты на содержание составляют более 100 тысяч долларов. Столь огромные затраты на содержание оправданы тем, что в Манаусе среднемесячная температура очень высокая. Из-за этого приходится тратить просто невообразимые суммы на вентиляцию и охлаждение помещений. В это же время продажи билетов даже наполовину не покрывают всех затрат. Сверхпроводящий Супер Коллайдер Я нашел еще один провальный мегапроект, который базируется в США, в штате Техас. Еще в 80-е годы в стране решили построить самый большой в мире адронный коллайдер. А в 91-м уже выбрали место, возле небольшого города Ваксахачи в штате Техас. На проект первоначально было выделено 4,5 миллиарда долларов, но уже спустя пару лет эта сумма превысила 12 миллиардов. В итоге из-за проблем с финансированием правительству пришлось выбирать, какой проект следует поддерживать. На чаше весов стояла Международная космическая станция и сверхпроводящий Супер Коллайдер. И как вы уже могли понять, построили именно МКС. 21 октября 1993 года проект ССК был закрыт. Самое странное то, что к тому моменту уже была построена огромная часть тоннелей и шахт, а также вся инфраструктура, которая находилась на земле. И на все это потратили около 2 миллиардов долларов. Правительство пыталось всеми способами продать всю территорию вместе с инфраструктурой. Но это очень долго не удавалось сделать. В итоге лишь в 2006 году одна инвестиционная группа решилась на покупку. Они приобрели и землю, и постройки. Страшно представить то, сколько денег стоила эта покупка. Эта компания принялась к демонтажу всего, что неровно лежит. По сути, это было самое настоящее мародерство. Правда, за него было уплачено. Так что по закону предъявить кому-то не могла ни полиция, ни правительство. В итоге, все дорогостоящее оборудование было вывезено и, скорее всего, продано. А ССК до сих пор стоит пустующий. Кстати, этот проект должен был стать самым прогрессивным во всем мире. Предполагалось, что американский коллайдер должен был быть мощностью 40 тера электрон вольт. Чтобы вы понимали, насколько это много, большой адронный коллайдер потребляет всего 14 тера электрон вольт. По сути, он должен был быть мощнее минимум в три раза. Но почему все-таки такой амбициозный проект решили закрыть? Дело тут в том, что на подземные работы потребовалось слишком много денег. Предполагаемые затраты на строительство были меньше в несколько раз, чем те цифры, которые называли эксперты. Вот его и не захотели строить. Аэропорт в Мадриде. Если вы думаете, что мегапроекты могут строить только огромные по размерам страны, то вы ошибаетесь. Например, в Испании в 2006 году начали строительство нового аэропорта, который должен был обслуживать пассажиров Мадрида. По итогу, спустя всего 6 лет, его закрыли. Почему же так вышло? Да на самом деле все очень просто. Аэропорт был рассчитан на то, что ежегодно он будет обслуживать до 10 миллионов пассажиров. Но на деле оказалось, что количество людей, проходящих через него, в разы меньше. И дело тут в том, что аэропорт расположился слишком далеко от города. Пассажиры просто не планировали свои поездки через него, так как это было попросту невыгодно. К слову, этот аэропорт должен был стать одним из самых больших в Европе. Его огромная взлетно-посадочная полоса могла принимать самые большие в мире самолеты. А инфраструктура позволяла обслуживать тысячи пассажиров ежедневно. Предполагалось, что он должен был разгрузить все остальные аэропорты Мадрида и близлежащих городов. Но из-за некомпетентности и коррумпированности правительства его и вовсе пришлось закрыть. Власти старались всячески продвигать этот заведомо провальный мегапроект, что у них и вышло. Но на деле он оказался никому не нужен. Из-за этого аэропорт выставили на продажу сначала за 100 миллионов евро. После цену снизили до 40, так как совсем никто не интересовался покупкой. По итогу, самая высокая цена, за которую его решил кто-то выкупить, составил 10 тысяч евро. Это была китайская компания, которая обещала привлечь новых пользователей. Конечно, за такую низкую стоимость никто и не собирался продавать столь огромный мегапроект. Так что он и по сей день продолжает просто простаивать без дела. Искусственные острова Дуэлд, Дубай Но даже в очень богатых странах, таких как Объединенные Арабские Эмираты, есть свои проблемы с проектами. Взять, к примеру, искусственные острова Туэлд, которые находятся в городе Дубай. Этот архипелаг должен был стать таким же значимым проектом, как и Пальма в этом же городе. Правда, и тут что-то пошло не так. Из-за финансового кризиса и обвала рынка недвижимости в Дубай, работы над созданием новых искусственных островов полностью прекратились. Из-за этого до сих пор столь грандиозный проект по сути простаивает. На данный момент на него потратили около 5 миллиардов долларов. А о том, когда именно все острова будут доступны к застройке, не сообщается. Остается только надеяться, что проект будет закончен. Железнодорожный тоннель Холландсас Швеция известна по всему миру тем, насколько в этой стране все точно работает. В ней почти отсутствуют очень богатые люди, а средний класс занимает лидерство среди всего населения страны. А пенсионные отчисления в Швеции, наверное, самые большие в мире. Но даже в столь развитых странах есть свои долгострои. В 1992 году в стране начали строительство железнодорожного тоннеля Холландсас. Его планировали сдать к 1995 году. Но проектировщики еще никогда так сильно не ошибались. Внутрь стали просачиваться грунтовые воды. Это была достаточно серьезная проблема для инженеров и строителей. К тому же, на глубине 18 метров у них сломался бур. Сложность в работе и вечно возникающие новые и новые проблемы привели к повышенным затратам, из-за чего главный подрядчик проекта обанкротился. В итоге к работе была привлечена уже другая компания. Они решили кардинально решить проблему грунтовых вод. Строители использовали специальное вещество, которое закупоривает все трещины и дыры. Правда, они не учли того факта, что оно очень токсичное. В итоге из-за стройки была отравлена рыба и скот в этом районе. Все эти факторы привели к тому, что работы были приостановлены в 1997 году. Проект был заморожен долгие 8 лет. Лишь спустя это время правительство и инженеры решили, как все-таки можно закончить строительство. К 2015 году тоннель был готов. Правда, какой ценой. Проект отстал на 23 года от запланированной даты запуска, при этом потратив почти полтора миллиарда долларов сверху. Думаю, это поистине провальный проект. Отель в Северной Корее. Если у всего мира есть свои мегапроекты, то и у Корейской Народной Демократической Республики они должны быть. Иначе я не представляю, для чего в столь бедной стране решили возвести столь величественное здание. В столице Северной Кореи, в Пхеньяне, возвышается огромная и очень красивая стеклянная пирамида. Но самое интересное то, что она полностью пустая. По своей сути, это просто муляж. Это безжизненное здание на самом деле самая крутая гостиница во всей стране. Ее строительство началось более 30 лет назад. За столь огромный промежуток времени ее так до конца и не построили. Почему так вышло? Да все просто. У КНДР просто никогда не было денег, чтобы завершить эту гостиницу. В стране стремились сделать настолько величественное здание, чтобы оно смогло затметь уже построенный на тот момент отель в Южной Корее. Стоит сказать, что у северян это удалось. Их гостиница даже попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самое высокое заброшенное здание. Но вы спросите, как тогда они вообще начали строительство, если у них не было денег? Тут ничего сложного нет. Они использовали средства иностранных инвесторов. В 1991 году на эти деньги они смогли начать строительство. Но спустя всего три года оно остановилось. За это время успели возвести каркас здания и стеклянный фасад. Кстати, его в 2008 году все-таки обновили, чтобы огромная гостиница выглядела новой и очень красивой. Жаль только, что она до сих пор не работает. За все эти годы официально она ни разу не открыла свои двери перед посетителями. Платина Святого Франциско. Кстати, в Америке есть еще один достаточно древний мегапроект, который был полностью провальным. Что самое ужасное, из-за него даже погибли люди. В период между 1924 годом и 1926 в штате Калифорния в каньоне Сан-Франциско была взведена колоссальных размеров плотина. Она была ключевой частью акведука Лос-Анджелеса, так как играла очень важную роль в контроле потока воды. Именно благодаря этой дамбе в городе не было проблем с водой. Но, как вы уже поняли, в нашем видео не будет никаких хорошо реализованных проектов. Эту плотину разрабатывал инженер-самоучка. Да-да, вы не ослышались. Естественно, отсутствие образования, плохой опыт и множество пробелов в знаниях самых базовых вещей в проектировке не могли не сыграть свою роль. Дамбу построили буквально не в том месте, где должны были, ведь там, где она располагалась, была очень плохая геология. К тому же инженер решил использовать плохой фундамент для столь монументальной конструкции. Он оказался слишком шатким. Помимо этого, было еще много существенных инженерных просчетов, которые в конечном итоге привели к разрушению плотины. 12 марта 1928 года дамба рухнула под натиском воды. Из-за этой катастрофы была полностью нарушена вся работа акведука, питающего Лос-Анджелес. Помимо этого, вниз по течению располагалось достаточно большое количество домов местных жителей. Всех их попросту смыло. В результате этого погибло более 500 человек. И это только по официальным данным. Сколько всего унесла жизнь и халатность инженера-самоучки, неясно. К счастью, после катастрофы его карьера пошла под откос. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба Есть международные проекты, которые были провальными. Например, космический телескоп имени Джеймса Уэбба. В его разработке участвовало 17 стран, а во главе всех них стояла американская НАСА. Планировалось, что новый телескоп заменит Хаббл, другой космический инженерный объект, срок эксплуатации которого подходил к концу. Благодаря телескопу имени Джеймса Уэбба ученые планировали получать более детализированные снимки, чем от Хаббла, при этом с большего расстояния. И на бумагах проект был просто идеальным. Но на практике что-то пошло не так. Предполагалось, что в космос телескоп запустят в 1996 году, а на весь проект планировали потратить всего 1 миллиард долларов. На деле же запуск произошел лишь в 2021 году, а общая стоимость проекта вплотную подкралась к 10 миллиардам долларов. Почему так произошло? Во всем виноват человеческий фактор. Буквально на каждом этапе сборки нового телескопа возникали проблемы, которые серьезно тормозили результат. Например, инженеры достаточно часто теряли шурупы. Стоит ли говорить, что они буквально на вес золота в таких проектах? Ведь каждый из них разрабатывается отдельно по своему проекту. Вы не сможете прийти в ближайшие строительный магазин, взять первые попавшиеся саморезы и при помощи них собрать космический аппарат. В общем, из-за таких маленьких косяков в своей работе и возникали огромные задержки. Благо, что телескоп все-таки смогли запустить. Правда, лично у меня закрадываются сомнения. А нужен ли вообще такой проект, который подорожал в 10 раз из-за косяков в строительстве? Это были самые провальные мегапроекты в нашем мире. Спасибо за просмотр!